Утро начинается не с кофе, а с триллера про выживание прикованного к горе. Поистине хэллоуинское утро. Встала в семь, чтобы сесть читать телье. Не могу терпеть вообще. Когда я засыпала, мне всё время что-то снилось. Как правило, кошмары, не имевшие никакого отношения к моей жизни. Какие-то бесформенные тени в перемешку с геометрическими фигурами, без связи, без логики. Никакого цвета, солнца, света. Просыпаясь, я отчаянно мечтала о детском питании. О палочках вяленого мяса, о пимикане, о сублимированных концентратах, которые мы через силу ели на высоте. Теперь при одной мысли о них я истекаю слюной. Я бы слопал целый ящик этих палочек. Язык у меня растрескался от голода и болел. И вот что странно. Чёрный револьвер стал казаться серым, а голубой газовый баллон зелёным. Я знал, что он голубой, но мои глаза теперь постоянно видели его зелёным. Мишель сказал, что он уже давно его видит зелёным. Этот зелёный слишком яркий, и я его ненавижу. Теперь я стала различать только красный, чёрный и зелёный. Чувства мои притупились. В ушах всё время шумело, и мне стало казаться, что среди падений камней или дышек я различаю замедленное дыхание смерти. Я попытался умножить 12 на 12 и трижды ошибся, после чего сосчитал на пальцах, покрывшихся розовыми трещинами. Без перчаток и носков я долго не продержусь. 12 на 12. 144. 144. 144. Привет, друзья! Случилось, к сожалению, то, что совершенно не входило в мои планы. Я начала заболевать. Мне ещё осталось 2 дня недели чтения, и потом у меня очень много работы, потому что я на неё забила, пока снимала неделю чтения, и мне сейчас вообще никак нельзя болеть. Мне можно было поболеть в начале ноября немножко, и потом уже можно поболеть в январе. Ну, вот такие вот у меня окна были для болезни, но у неё свои представления на этот счёт. Она решила навестить меня сейчас, когда, в общем-то, я не очень её ждала. Так что я надеюсь, она не помешает мне доснять оставшихся 2 дня недели чтения, ну, потому что тогда это всё было просто зря и бесполезно. Очень-очень жаль. Это, наверное, августин. Это всё из-за августина. Ну, а пока я болею, я официально могу немножко полениться, пока отпиваюсь чаями и объедаюсь таблетками, и вот сейчас утром буду читать «Головокружение». Я думаю, я очень быстро пролечу по этой книжке, ну, потому что прям очень интересно, суперинтересно. Я вот удивляюсь действительно, как Телье может настолько держать тебя своей железной хваткой в книжках. Я помню, когда читала «Головоломку», это был декабрь. Прям вот уже, знаете, прям-прям перед Новым годом. Какие-то последние числа декабря. И, понятное дело, в этот момент очень много дел. Ты бегаешь, что-то покупаешь, ездишь по гостям. А мне хотелось просто сидеть и читать книжку. Меня всё раздражало, потому что мне ничего не давало читать книжку. И я, хоть и было очень много дел, но прочла её за два дня, просто вот залпом вообще не отрываясь. Давайте ещё раз полюбуемся на мои прекрасные хэллоуинские шкафы, потому что совсем скоро это всё надо будет снимать. А мы, мне кажется, недостаточно воздали должное тому, как я старалась здесь всё украсить. Ох, какая красота! Это хэллоуин, это хэллоуин, 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 everybody's queen! Больная лохматость. Сейчас всё приведём в порядок. Нашла какой-то чаёк лечебный у нас в закромах в аптечке, но он просрочен уже как месяц. И я написала Ире, я надеюсь, у меня от него не вырастут грибы на голове, на что мне и рассказала, что это будет самая эпичная неделя чтения. Я с соплями, туманной, и у меня грибы на голове. Поэтому я прям даже не знаю, я, может, уже начинаю и надеяться, что у меня вырастут грибы, потому что это будет реально эпично. Играет музыка. Мне кажется, больной человек заслужил немножко вкусного обеда. Вот такой вот камамбер фри. Он реально вкусный камамбер фри, а не какой-то там вонючий полуфабрикат, химозный. Обожаю. Ку-ку! Всем привет! Ставьте лайк. Мне. Лучшее лекарство от всех болезней. Крепкий имбирный чай. Вот это да! Мы с Клиффордом сейчас вообще в шоке пребываем от этой книжки. От нее вообще невозможно оторваться. Серьезно, я теперь хочу читать одни триллеры и Франко Телье. Настолько они засасывают. Я сейчас просто вот сразу заанхолю всю свою библиотеку и буду собирать ее заново, состоящую из триллеров и книг Франко Телье. Просто у меня такое состояние сейчас. У меня все перед глазами плывет. Мне кажется, у меня поднимается температура. Но мне абсолютно все равно. Я не хочу спать. Я хочу читать эту книжку. Ну, точнее, хотела. Я ее уже прочитала. И мне Лера говорила, читай головокружение. Мне так интересно, как ты поймешь концовку. Я невнимательно читала, и поэтому поняла ее совсем по-другому. А потом мне открыли глаза, и я все по-другому поняла. И я думаю, я очень внимательно читаю. Я не пропущу ни одной мелочи и детали. Сто процентов. Сижу, читаю, читаю, закрываю книгу и понимаю, что, ну, вряд ли я поняла ее так, как надо, потому что, ну, я никаких скрытых деталей так и не нашла. Написала Лере, говорю, а что там такого скрытого в концовке? Она мне сказала, и как я могла такое пропустить? Мне теперь интересно, сколько таких же невнимательных, как мы, которые вначале, ну, тоже не поняли правильную суть концовки. Теперь хочу читать все книги Телье. Блин. Срочно заказываю сновидение. И снимаю на него марафон. Все, откладывается Акунин, откладывается Рэй Брэдбурь. Я хочу читать Телье. А теперь на очереди у меня Акунин, его кладбищенские истории. Правильно же, кладбищенские? Надо посмотреть ударение. И закладкой у меня будет либо паук. Я не все специально повесила декорации. Что-то хотела приклеить на полку, но решила, что и так много. И оно в итоге все осталось. Либо летучая мышь. Она, кстати, удобна, как закладка. Либо какая-то тыковка. А, ну и, конечно же, у меня есть скелетон. Но скелетон сильно большой. Для этой книжки он, наверное, не подойдет. Так, летучая мышь, тыква или паук? Паук, мне кажется, как-то атмосферно. Лапки будут торчать. Пусть будет паук. Высшее и восхитительнейшее проявление британской благопристойности. Знаменитая предсмертная фраза писательницы Леди Монтегю. Это все было очень интересно. Дай бог всякому попрощаться с прожитой жизнью столь же достойным и учтивым образом. Сейчас на главе про лондонское хайгейтское кладбище. Я посмотрела в интернете фотографии. Они настолько прекрасны. Я никогда особо не интересовалась кладбищами. Ну, по понятным, логичным причинам. Но прям вот в этом не захотелось попасть. Читаю я сейчас Акунина. Кстати, не посмотрела, какое ударение. Секунду. Фу, все правильно, кладбищенский. Читаю кладбищенские истории Акунина. И мне очень нравится. Единственное, что опять же рассказы, да. Но здесь, получается, он рассказывает о знаменитых древних, ну, точнее, старых кладбищах. О Донском в Москве. О, как там оно называется? Хе? Хейгейтское в Лондоне. Вот я сейчас на кладбище Перлаше с французском, парижском. И сначала он рассказывает какие-то сводки об этом кладбище. Что оно, как оно выглядит? Кто там похоронен из известных личностей? Какие-то интересные факты, интересные ситуации. А потом какой-то рассказ, который навеян вот этим кладбищем. Про Хейгейтское мне очень понравился рассказ, связанный с Карлом Марксом, который там похоронен. И там стоит гигантский памятник прям Марксу. И это вот главная достопримечательность Хейгейтского кладбища. Туда приезжают постоянно туристы. И, кстати, говорила Кунин, что это единственная могила, у которой всегда стоят свежие цветы. Точнее, не единственная. Это одна из двух могил, у которых всегда стоят свежие цветы. Вторая — это какая-то писательница, я не помню, как зовут, которая написала первый роман о лисбийской любви. И вот представители сексуальных меньшинств поддерживают её могилу всегда в чистоте и приносят ей цветы. Очень интересно. Сразу хочется там побродить, тоже окунуться в эту атмосферу. Конечно, Кунин — потрясающий рассказчик. У него этого не отнять. У него замечательный слог. Он прекрасно пишет, заинтересовывает с первой же секунды. Он, вероятно, человек очень интересный. Ну да, понятно, он человек очень интересный, поэтому всё, о чём бы он ни рассказывал, всё сразу прям становится очень увлекательным и окрашивается яркими красками. Потому что на самом деле, я когда купила эту книжку, я понимала, что это идеальное чтение для Хэллоуина, но мне не очень хотелось её читать. Кладбища мне неинтересны. А Кунина я прошла в своё время, в молодости, и желания к нему возвращаться не было. Но пишет он очень интересно. Про Хейгейтска, он, например, рассказывал, что там, скорее всего, похоронен Джек-потрошитель, потому что, да, многие улики указывают на то, что он представитель хорошего, такого вот среднего класса, который там как раз и похоронен. И, кстати, в своём рассказе «Выдуманном» он прикольно вставляет Джека-потрошителя и интересно обыгрывает его историю. Ещё рассказывал интересную историю про Данте Рассетти, ну, знаменитая, я её часто тоже слышала, что там похоронена его возлюбленная Офелия, и он положил в гроб цветы, ой, цветы, стихи с признаниями в любви к ней, и похоронили её, и это был такой романтичный, такой романтичный, такой прекрасный жест, а в итоге он всё-таки понял, что он в первую очередь поэт, а не романтик, поэтому он захотел эксгумировать тело и достать из гроба свои стихи, и их издать. Иж по иронии их раскритиковали, просто забомбили в пух и прах в газетах. Интересная, в общем, история. И поэтому даже как-то вот эти рассказы, которые в принципе, ну, обычные, да, такие страшилки, действия которых связаны с кладбищем или с людьми, которые там похоронены, и вот эти обычные страшилки сразу как-то вот тоже начинают интересовать и нравиться. Вот, так что читаю дальше. Книжка бодренько идёт, я вот уже сколько прочла. Тут хоть она и достаточно пухленькая с виду, но здесь 280 страниц. Я прочла 93. Так что вот потихоньку лежу, читаю, сейчас 7 часов вечера. Я думаю, сегодня я справлюсь и не завалю свой челлендж «7 книг за 7 дней». Субтитры создавал DimaTorzok 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 В первые годы, как это обычно и бывает, мало кто хотел хоронить дорогих родственников в непрестижном захолустье, поэтому власти предприняли грамотный пиаровский ход. Переселили на Перла Шес некоторое количество звёзд. Начало было не вполне удачным. Перезахоронение остатков Луизы Лотаринской, ничем не выдающейся супруги, ничем не выдающегося Генриха Третьего, не сделало кладбище модным. Однако за что я больше всего люблю Францию, так это за то, что здесь с давних пор литература значила больше, чем монархия. Когда в 1817 году на Шаронский холм перенесли остатки Абеляра, Ла Фонтена, Мольера и Бомарше, упокоение на Перла Шес стало почитаться за высокую честь. Тогда-то и было положено начало Перла Шесовскому туризму. Больным можно даже торты в постель. Забыла вам показать. Мне мама сделала ошеломительный просто торт, ошеломляющий мои вкусовые рецепторы. Мой самый любимый шоколадный с вишней и маскарпоне. И весь его прикол в такой шоколадной помадке, которая промазывает коржи. И это прям, ну, что-то восхитительное. Я хотела вам его красиво снять, всё откладывала, потому что там просто был гигантский тортень на полку кухни и думала, а, успею, успею. В итоге как бы я его весь съела, и так и ничего не показала. Остался вот один такой вот кусочек. Поэтому показываю, отчитываюсь. Я всё время вам показываю, что я ем. Уже это превращается в такой полноценный обязательный отчёт ежедневный. Так что вот, отчиталась, ем кусок торта. Короче, я вспомнила про самую крутую игру на свете, которую я обожала в молодости. В молодости, так сказала. Ну, короче, в детстве. Вот, короче, игру, которую я обожала в детстве. Это вот «Повелитель ужаса». Она называется на русском, видите? Так, здесь надо ввести своё имя. И здесь ты, короче, это такая стратегия. Ты играешь привидениями. И должен напугать всех людей в домах. Вот, короче, ты себе выбираешь монстров перед каждым заданием, какие ты хочешь. Я вот этого, помню, очень любила. Тут видите, что он делает? Какие там всякие штуки. Так. Вот этот прикольный, я помню. Вот этот вроде прикольный. И Топотуна я больше всего любила. Он пауков вызывает. И вот, короче, вы приходите в дом. Тут куча людей. И их всех надо как можно быстрее напугать. Первый этаж, второй. И ты смотришь, что они делают, что они любят. Привязываешь монстров к определенным местам, которые они могут крепиться. И делаешь какие-то штуки. Вот. Она испугалась. Тут еще весь прикол в том, что тут у каждого своя личность. У кого-то свои личные фобии. Надо это все просчитывать. Тут эктоплазму собираешь, чтобы делать какие-то суперспособности. Видите, это очень крутая штука, но я пока не могу ее сделать. Короче, я обожала эту игру. Этого можно, походу, куда угодно. О, прятки. Он сейчас, походу, появится перед этой женщиной. Ее напугает. Да, вот она его увидела и испугалась. И у меня набралось эктоплазмы. Вот я узнала о ее главных страхах. Ну и, короче, это такая интересная игра. Я ее обожаю. Просто как я про нее забыла. Тут... А, и что я больше всего любила. Тут есть скрытые монстры, которых можно освобождать, выполняя какие-то задания. А здесь вот. Вот эта вот ведьма бури. Она тебе скажет, почему она здесь заперта, в этом доме. И что надо сделать. Надо разрушить вот этот пылесос, к которому она примыкает. И ты там сидишь и думаешь, какого призрака, что... Как сделать, чтобы освободить. Я обожаю эту игру. Сколько раз я это уже повторила. Просто я реально ее обожаю. Видите, они тут пугают потихоньку. В этих стенах жила очень милая старушка, но с возрастом ее разум стал затуманиваться, и здравый рассудок стал покидать ее. Она любила принимать гостей и ненавидела, когда они уходили. Поэтому она стала подвешивать в их чай мышьяк, чтобы они оставались с ней подольше. Оставались навсегда. Вот тут еще разное задание. Тут надо не напугать всех людей, а надо привести смертных людей к спрятанным трупам. Вот здесь скелет на этом чердаке. Понятно, сюда никто не ходит. Их надо сюда как-то заманить. У меня открылся призрак собачки, который блошек на всех напускает. Редкую орду, плотную орду. И преследование блошек. Вот смотрите, какой песель. И музычка заводная. Как вы понимаете, друзья, я целиком и полностью захвачена игрой, так что... О, у меня здесь самая интересная развязка. Так что до завтра. Дочитаю уже завтра. Для освобождения теневику нужны еще души. Но эта задача заслуживает отдельного внимания. А пока наслаждайся своей победой. Очисти полицейский участок адской улицы от всех смертных. Субтитры сделал DimaTorzok